Три года не встречались команды Химки и Гранд Канария. В последний раз их пути пересекались в апреле 2015-го, когда химчане обыграли испанцев в финальной серии Кубка Европы. Но с той встречи прошло много времени и сейчас испанская команда в хорошей форме, а вот химки начали сезон Евролиги неуверенно. Главная цель встречи 2 ноября для желто-синих – завершить эту серию неудач. Обе команды начали игру с рыбков. Испанцы заработали 5 очков, химчане 7. Команды быстрее приходили из защиты в нападение и старались как можно раньше завершать атаки, но не всегда результативно. Допустив несколько промахов с дальней дистанции, желто-синие стали делать ставку на игру в трехсекундной зоне. Быстрые очки Крокера, Томаса и Гила позволили химкам получить преимущество в 7 очков и тренер испанцев сразу же взял тайм-аут. Но все-таки под конец первой четверти гости вернули преимущество – 25-21. Во второй десятиминутке химки сначала сокращали отставание, а затем увеличивали свое превосходство. Благодаря шведу, Дженкинсу и Босту на большой перерыв подмосковная команда ушла с хорошим отрывом – 49-33. Но продолжить такую же игру в третьей четверти не получилось. Испанцы начали с рывка в 4 очка. Барцокас решил взять тайм-аут и обдумать дальнейшую стратегию. Дженкинс, Швет и Гил вернули комфортный плюс 17, но соперник не сдавался и постоянно отвечал. Химки здесь были лучше. Два трехочковых довели преимущество нашей команды до 22 очков. И это было уже похоже на разгром. В последней четверти Гран-Канария делала все, что могла, но игра была сделана еще в третьей четверти. Гости все же сделали рывок в конце, но на общей картине матча это не сказалось. Химки разгромили испанцев на своей площадке и добыли первую победу в Евролиге со счетом 87-72. Увидеть противостояние сильнейших баскетбольных команд Европы мытищенцы смогут уже 9 ноября. Химки встретятся с Барселоной. Анна Мусаликина, Денис Петров, информационная программа День.